Кабинет министров принял постановление, согласно которому переселенцы смогут получать обычное бумажное пенсионное удостоверение. Речь о тех внутренне перемещенных лицах, которые оформили справку о постановке на учет как ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Ранее эти документы им не выдавали. Переселенцы не могли получить пенсионное удостоверение из-за того, что Ощадбанк перестал выпускать их в электронном виде по техническим причинам. В то же время бумажный документ внутренне перемещенным лицам не выдавали в соответствии с постановлением Кабмина еще от 5 ноября 2014 года. В нем указано, что ВПЛ, которые были взяты на учет до полномасштабного вторжения, должны получать соцвыплаты и пенсию исключительно в Ощадбанке, и только через платежные карты, которые одновременно являются пенсионным удостоверением. В результате пенсионеры ВПЛ начали обращаться на горячие линии различных организаций. Татьяна Дурнева уточняет, за прошлый год об этой проблеме сообщили 2200 переселенцев, но на самом деле их намного больше. Стоит уточнить, что пенсия начисляется и без удостоверения, но есть другие льготы, которые привязаны к нему. Например, без этого документа ВПЛ не могли пересечь границу. Лишь с удостоверением можно пользоваться бесплатным проездом в транспорте, а также получать или покупать со скидкой препараты в аптеках. Организация Донбасс СОС подала запрос в Ощадбанк. Там уточнили, что выпуск электронных удостоверений прекратили в связи с военной агрессией и введением на все территории Украины военного положения. После того, как о проблеме стала известна коалиция организаций, которые занимаются правами людей, пострадавших от войны, обратилась в Минсоцполитики, Минреинтеграции и Пенсионный фонд. Мы попросили, по-перше, решить вопрос терминово с электронными пенсионными посвящениями, ну и далее, взагалі, прибрати цю дискриминаційную практику, то, что пенсионеры, которые переместились до 24 лютого, что они отримуют социальные выплаты и пенсии только через рахунки и мережу Ощадбанку. 7 апреля Кабинет Министров принял решение, что перемещенные лица со справкой о взятии на учет, оформленной до 24 февраля 2022 года, смогут получить бумажное пенсионное удостоверение. В новом постановлении говорится, норма об электронных удостоверениях приостанавливается на период военного времени плюс на три месяца после его отмены. Что касается Ощадбанка, то эта практика продолжает действовать. Обращаться в пенсионные фонды, чтобы оформить бумажное пенсионное удостоверение, можно будет после того, как постановления опубликуют на официальных ресурсах. Для этого нужно подготовить пакет документов, в том числе заранее встать на учет, как перемещенное лицо. Напомним, что действие платежных карт устанавливается сроком на три года. Потом переселенцы должны проходить физическую идентификацию в Ощадбанке каждые шесть месяцев. Тем не менее, в Украине до сих пор не прекращен карантин, связанный с COVID-19, поэтому норма об идентификации приостановлена. Продолжение следует...